Привет, друзья! Сегодня хотел бы поговорить о микростоках. Многие из вас по-прежнему спрашивают, как дела, что нового, что происходит на стоках. Поэтому решил ответить сразу всем и записать небольшой ролик о положении дел на данный момент. Сейчас прошло два месяца в 2021 году. И поэтому можно проводить какие-то сравнения уже с годом предыдущим. Год 2020, конечно, для всех нас выдался очень тяжелым. В моей 4-летней стоковой деятельности это, пожалуй, самый худший год, потому что приблизительно с марта и по октябрь было очень значительное снижение продаж, причем на всех стоках сразу. И меня буквально отбросило где-то к началу моей стоковой деятельности. Настолько низкие были доходы. И, в принципе, конечно, это не давало какого-то оптимизма, не прибавляло желания работать. Я пытался убедить себя в том, что работать нужно, но по факту у меня получилось в прошлом году сделать всего лишь 300 фотографий для стоков, что является также наименьшим показателем за все годы моей деятельности. Но что есть, то есть, все бывает, все проходит, времена меняются. И, к счастью, ситуация вот эта провальная осенью начала потихонечку исправляться. И где-то уже с октября 2020 года продажи пошли чуть поживее. Ноябрь 2020 года был уже вообще достаточно хорошим, где-то приблизительно на уровне 2019 года. Декабрь, январь, январь уже 2021, ну, тоже такой хороший уровень, сопоставимый с предыдущими продажами, да, в предыдущие годы. Ну, и февраль у меня, в общем-то, выдался еще лучше даже. Наконец-то появились более дорогие продажи, которых давно уже не было. Допустим, Shutterstock, ну, хотя бы за 20 долларов, вот у меня в этом месяце уже продажа была. И это, конечно, уже как-то добавляет оптимизма и дает желание работать в дальнейшем. Я, в принципе, и не собирался бросать, просто, ну, скажем так, немножко взял небольшой отпуск и работал для стоков по желанию в те моменты, когда у меня было время и как бы без лишних, так скажем, затрат. Ну, и сейчас я планирую также в режиме такого хобби этим заниматься, потому что заниматься этим постоянно у меня пока не получается. Мои доходы слишком еще малы, и, в общем-то, и нет для этого какой-то нужной такой базы, ну, не знаю, каких-то навыков не хватает. Поэтому для стоки для меня это по-прежнему какое-то увлечение, но увлечение, которое приносит мне какие-то определенные денежки. И денежки мне это, конечно, хочется увеличить. Вот, даже как бы говорить, что это прямо хобби, это было бы совсем нечестно, да. А деньги нас всех интересуют, вот. Ну, и что касается денег, вот я говорю, сейчас в феврале где-то я стал выходить приблизительно на уровень с его 2019 года, а для меня этот уровень, ну, это где-то долларов 200 в месяц суммарно со всех стоков. Вот, это такой мой уровень. Бывало и больше, какие-то лучшие месяцы, ну, вот хотя бы так. Вот, конечно, есть желание все это повысить, вот. Но будем стараться. Как бы сейчас нет у меня такого ощущения, что надо завалить стоки там какой-то массовой такой загрузкой. Вот, хочется делать как-то более качественно, более целенаправленно, потому что очень много все-таки такого напрасного труда в моей предыдущей деятельности наблюдалось и наблюдается. Поэтому хочется как-то эффективность, во-первых, работы увеличить и за счет этого и увеличить свои доходы. Вот. Еще один способ увеличения доходов я открыл для себя недавно. Вы, наверное, все знаете такой сайт, как Freepik. Я тоже о нем давно слышал. Его много ругали за то, что он чуть ли не там бесплатно раздает фотографии, продает очень дешево. И когда я это слышал, ну, как-то я принял это так, как услышал. То есть, я не стал там регистрироваться. Но, видимо, там тоже какие-то происходят изменения. Я смотрю, что со всех сторон, там, как-то смотрю, тоже наблюдая за стоковыми новостями, один там зарегистрировался, второй, третий, пятый. Появляются какие-то ролики о Freepik. Вот. И мне что-то стало интересно. Думаю, а что же я-то, собственно, сижу. Вот. И решил я все-таки тоже с этим стоком завязать, так сказать, трудовую деятельность. Все там достаточно просто. Проходите на сайт для авторов Freepik. Ссылку я вам в описании оставлю. Достаточно простая регистрация. Можно зайти там через Facebook. Можно заполнить имя, фамилию, там, электронную почту. Ну, основные личные данные. И, в общем-то, на этом регистрация завершается. Вот. Требуется документ. Я лично загрузил загранпаспорт. Но можно и водительские права. Вот не знаю, наши российские права подходят для загрузки. Не знаю, не пробовал загранпаспорт. У меня приняли сразу. И требуется, значит, платежная информация. У меня PayPal. И еще требуется идентификатор налогоплательщика, который я еще не разобрался. Но это можно загрузить потом уже, когда будут деньги. Вот такая простая регистрация. Но на фрипике, не забывайте, есть, значит, экзамен. И, причем, я когда готовился к регистрации, мне почему-то попадалась такая информация, что экзамен на фрипике очень сложный. И многие его просто не проходят. Причем по непонятным причинам. Там имеют, допустим, качественные работы. И отклоняют, и все. Причем такая вещь, что по своему документу, на свою фамилию, имя, электронный адрес вы можете пройти этот экзамен всего лишь два раза. После того, как вы два раза не проходите, и, значит, вас не принимают на этот сток, то ваш аккаунт просто удаляется, и в дальнейшем вы даже не имеете возможности там зарегистрироваться. И вся эта ситуация, конечно, она меня так озадачила. Как-то вроде и хочется пройти, думаешь, и страшно. Но там, значит, нужно выбрать 20 работ. Значит, у меня фотографии, значит, это фотографии. Ну, я не знаю, по какому принципу я выбирал. По такому принципу, чтобы они были разнообразны. Естественно, техническое качество, так, более-менее безупречное, и разнообразие какое-то. Не скажу, что это там самые продаваемые у меня работы, или самые стоковые. Ну, так более-менее, чтобы не было придирок хотя бы по качеству. Вот я 20 штук отобрал, загрузил, значит, на фрипик и жду. В общем, и ждать там пришлось, наверное, у меня 3 или 4. Вот. И, значит, потом мне приходит уведомление на почту, что все мои вот эти 20 файлов одобрены. То есть, ни один файл меня не отклонили. Вот. И, в общем-то, все. То есть, с первого раза я прошел этот экзамен, и у меня появилась возможность загружать новые работы. В принципе, сайт достаточно удобный. То есть, сам интерфейс, ну, все работает хорошо. Каких-то глюков, каких-то таких квестов по загрузке, по чему-то там работе вообще нет. Поэтому все просто, загружаешь, файлы импортируются, не нужно распределять файлы по категориям, не нужно добавлять, кстати, релизы моделей. То есть, релиз, он у тебя должен быть, но там его загружать не нужно. То есть, они тебе как бы верят насквозь. И это очень удобно, потому что напрягает, допустим, загружать, ну, релизы там на самого себя, на своих детей, которые, ну, же не будешь сам себе там претензии предъявлять, но, допустим, все стоки это требуют, здесь вот этого не нужно. Вот. И, в общем-то, все. То есть, загружаешь фотографии. И потом, значит, единственное, что их достаточно долго рассматривают, ну, где-то вот, получается, дней 5, наверное, вот они лежат. Потом вот мне пришло уведомление, что они одобрены, но онлайн они еще не появились. Потом еще пару дней они где-то болтались. И вот появились они у меня онлайн, где-то через недельку. И вот в первый день ничего не было. И вот буквально вчера, смотрю, у меня уже 5 продаж. Вот из 20 файлов уже 5 продаж. То есть, прямо вот первый день пошли продажи, можно сказать. Вот. Продажи копеечные, как и ожидалось, 8 евроцентов. То есть, там начисление в евро. Вот 8 центов в евро они начисляют за каждую продажу. Вывод там, по-моему, от 100 евро. И, в общем-то, вот и все. То есть, не знаю, пока у меня впечатления в целом нормальные. Попробую загрузить туда все свои старые файлы, которые у меня около 4000. То есть, сейчас мне есть чем заняться, буду просто кидать туда. Опугали, опять-таки, тем, что довольно жесткая приемка, что там более 50% просто отклоняется. Пока ничего не могу сказать. 20 файлов у меня приняли. Сейчас я загрузил еще сотню. Сейчас вот, если примут, посмотрю, как они это принимают. Буду грузить все остальное просто в массовом порядке. Пусть там разбираются, что возьмут, что возьмут. Не возьмут, не возьмут. Как бы не жалко. Почему я решил все-таки пойти на фрипик? Были сомнения, сайт дешевый. Ну, собственно, а что сейчас терять? Потому что Shutterstock торгует также по 10 американских центов. Да, это те же самые 8. То есть, iStock там торгует, бывает, по 2-4 цента. Но здесь по 8. Надежда на то, что, может быть, он будет торговать больше, допустим, чем по нескольку раз будет покупать файлы. Будут покупать то, что на других стоках не покупается. То есть, что толку, там все равно работает очень малая часть портфолио. И даже вот из тех 20 файлов у меня купили уже, в общем-то, те, которые, допустим, на Shutterstock у меня не особо-то покупают. А здесь уже купили. Так что, в принципе, вот фрипик, я не знаю, для меня сейчас это такая тема номер один. Поэтому зарегистрировался, загружаю. Вот что будет дальше, какие впечатления. Давайте я вам где-то, может быть, через месяц или два об этом все подробно расскажу. Поэтому, кто подписан, оставайтесь с нами. Кто еще не подписался, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И эту тему я в ближайшее время буду с фрипиком доводить до вас. Вот именно свой опыт буду им делиться в том мере, какие у меня будут впечатления. Будут они положительные, будут они отрицательные. Я вам все об этом обязательно расскажу. Ну и еще такая тема у меня была, что где-то летом или осенью прошлого года я решил попробовать видео. То есть, ну, как бы, видео, видео тоже столько видео. Я не очень люблю видео, я не очень в нем хорошо разбираюсь. Но камера у меня видео снимает, X-T3, да, хорошая, достаточно качественная. Думаю, ну, что там, по 10-15 секунд, думаю, сделаю там роликов. Ну, и сделал этих роликов на штук 30-35, 35, по-моему, я был. В портфолио вот так сделал, там, ну, что-то такое, собаку там опять же, ну, там, что-то. Ну, такое, в общем, не особо-то. Стоковое и, как бы, ну, и все, загрузил и ничего у меня не продавалось. И вот не продавалось у меня это несколько месяцев. Ну, и, как бы, я и забыл, что вообще это видео. И тут смотрю, значит, Pond5 у меня где-то вот в декабре приходит уведомление. Поздравляем, вы продали файлы на Pond5. Так, хорошо, думаю, посмотрел. 10 долларов, причем не 4К, взяли там, не знаю, HD какого-то там. Смотрю, в январе, значит, приходит мне еще, значит, продажа на Pond5. И тут же через там день буквально еще продажа на Pond5. И, в общем-то, вот 3 продажи мне принесло уже 30 с копейками долларов. И Pond5 мне, в общем-то, эти деньги уже даже перечислил. Там вывод от 25 долларов, вот, автоматически. И не знаю, что меня так это заинтересовало. То есть, на фоне вот этих продаж фотографий по 10 центов, все-таки продажи видео по 10 долларов, конечно, это как бы нечто другое, да. Более интересная вещь. То есть, продай 10 файлов, вот тебе и сотню, да. Ну, то есть, можно продать там и дороже. Я слышал, что продают, конечно, и дешевле сейчас, там, тоже цены снижаются. Но я в этой связи решил, конечно, пополнить свою портфолио. Видео, ну, 30 файлов это не серьезно. То есть, ну, хотя бы, не знаю, там, 100, 200, 500. Ну, то есть, как бы заняться видео тоже. Может быть, даже в большей степени, потому что, ну, как бы, более выгодно, я считаю. Конечно, я понимаю, что видео продается, может быть, не так активно. Я вообще не понимаю, кто эти видеоролики по таким бешеным ценам покупает. Потому что, ну, допустим, купить видео на Adobe стоит, по-моему, 15 тысяч рублей. Ну, не знаю, то есть, ну, видимо, кто-то покупает. Поэтому, как бы, я хочу продвигаться еще в направлении видео. Опять же, почему бы и нет, видеосъемка, все у меня есть. Сейчас прикупил некоторые вещи, стабилизатор, там, штатив купил себе, хороший для видеосъемки. О них я тоже вам обязательно расскажу. И вот хочу двигаться еще в направлении видео. И тут еще третья такая тема интересная, значит, у меня супруга. Она работает в бюджетной сфере, директором бюджетного муниципального учреждения. И, в общем, конечно, работа у нее хорошая, но такая достаточно уже ей поднадоела. И тут она мне объявляет, говорит, я купила курс по векторной графике и буду заниматься стоками. Вот, в общем-то, ее развели там, конечно, на 10 тысяч рублей. Вот она купила этот курс. Я говорю, ну, хорошо, что ты купил, но ты вообще могла бы со мной посоветоваться. Я же все-таки на стоках работаю. Ты представляешь, что там сейчас не все так радужно, как тебе там объясняют. А там говорят такие удивительные вещи, что там каждый ваш вектор принесет вам во 100 долларов. И сумма заработков оглашается там 200 тысяч в месяц, 300 тысяч. В общем, полная, значит, там идиллия такая. Ну, ладно, как бы ты вот только забудь об этих суммах заработка. Обучайся просто. Ну, да, это, наверное, всегда хорошо, всегда полезно. Так что у меня в семье, похоже, еще одним стокером станет больше. Вот еще супруга заинтересовалась векторной графикой. Но я только за, потому что, в принципе, она человек творческий. Пусть тоже пробует, развивается. По крайней мере, может быть, меня тоже в этом смысле будет лучше понимать. Вот такие у меня новости на данный момент. Желаю всем вам хороших продаж на стоках. Пожалуйста, следите за новостями на моем канале. Подписывайтесь и ставьте лайки. До новых встреч!